Доброе утро, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема – перец сладкий. Кого выбрать-то? Дорогие мои, еще пара месяцев, и мы с вами побежим уже по магазинам, да? А я предлагаю сделать это немного раньше, чтобы у вас была свобода выбора, чтобы вам никто не мешал, потому что через два месяца мы начнем сеять перцы. И какие перцы? Вы знаете, что, во времена советской власти, когда мы еще были молодыми, господи боже мой, даже вспоминать приятно это время, у нас не было вот такого разнообразия, и там все за мной – это тоже перцы. У нас кто-то привез из Молдавии, кто-то привез там еще откуда-то перчики небольшие. Да, красненькие, то, что мы там вылавливали в банках, семена эти отмывали, и сеяли, и были такие радостные и довольные. И у всех практически был один сорт перца. Потом, значит, как-то это все начало систематизироваться. Появилась перец ласточка, например, да, еще там какие-то коротышки. Ну, молдавские, конечно, перцы были представлены, потому что Молдавия всегда, да, отличалась национальной тягой к этому плоду, и они были недалеко от границы, и Болгария рядом, там и Румыния, и все это они, конечно, и сами выращивали, наверное, испокон веков, а нам это было незнакомо. Но мы с удовольствием начали сажать перцы. Но сейчас столько сортов и гибридов, мама дорогая, глаза просто разбегаются в разные стороны, а сердце начинает биться неровно, потому что очень хочется, даже если вы не очень их любите, вам хочется и пофаршировать, и еще сделать нарезочку из красных, желтых, фиолетовых, оранжевых, зеленых, тоненько, соломкой, в пакетике, в морозилку, для того, чтобы заправить щи и борщ. Без этого привкуса вроде как и борщ уже невкусно. Я уж не знаю, украинский борщ, он с перцами или нет, но наш сибирский точно с перцами. Однозначно, и выбирая сорта и гибриды, вы должны понимать, что вы выбираете. Когда я говорю, что скоро сеять перцы, что имеется в виду? Это значит перцы высокорослые, это значит они могут быть и такими, и плоды у них вот такие. А если вот такие, то их просто удивительно много, ни одно и ни два ведра на кусте. А вы, что вы мне пишете? Да что я посею, все окна заняты, сто дней до высадки, я что буду делать? А ничего, что такие перцы растут больше ста дней. И не только растут больше ста дней. На каждой пачке по-русски написано что? Если мы высаживаем 45, 55, 60-дневную рассаду, а то и 70, это что означает? Рассаду высаживаем в конце мая и до созревания одного плода пройдет 65-70 суток. Вы понимаете, что это значит? Даже завязавшийся плодик 45 дней будет наливаться и как-то там пытаться созреть. А при этом растут другие, а при этом он цветет. Вы поймите, что это растение не такое простое, как кажется на первый взгляд. Поэтому, выбирая перцы, определитесь для начала, что вы хотите иметь в итоге. Маленькие акустики сейте в конце февраля, в начале марта. Если там декоративные перцы, а это значит, что это балкон, да? Или какое-то там, ну, декоративное место на вашей даче. Может быть, это патио-дворик. То есть там температурный режим будет очень щадящий, и у этих перцев, даже невысокого роста, но очень декоративно цветущих, декоративных, но еще и употребляемых в пищу, у них времени будет гораздо больше, чем сидящих на улице. А уж на лоджиях и балконах, и на подоконниках, конечно, перец многолетнее растение, а не однолетнее, как мы все вдруг там себе, да, в голову забили, ничего подобного. Вы можете этот перец выкопать в горшке, привезти домой с дачей, и он у вас дальше продолжит свою вегетацию. Он может уснуть, поскольку холодно, а может и нет. Вы можете черенковать его, а он снова возобновит свой рост весной, и снова зацветет, и снова заплодоносит. Да неважно, какого он роста, такого или вот такого вот. Так это я к чему все городила? А вот к тому, что выбирая, да, обратите внимание, что написано на пачках. Вот сделать характеристику всего вот этого и еще 10 метров туда вдаль, я просто физически не смогу. И если кто-то из вас считает, что это реклама, то совершенно ошибается. Без моей помощи вы никогда не познакомитесь с этим разнообразием. Вот смотрите, перец-карапуз, мне нравится цвет, я просто обалдею от такого цвета. Обратите внимание, звезда Востока, оранжевая, звезда, мандариновая, правильное название. Звезда Востока шоколадная, черного практически цвета. Звезда Востока красная, звезда Востока золотистая, гигантская. Посмотрите, звезда Востока белая в красном. Господи ты, боже мой, с ума сойти и сказать. Кстати, этот перец, да, любую пачку берем из этой серии и читаем. Средний ранний, 109-113 дней. Что это значит? 109-113 дней от полных всходов до начала плодоношения. Полные всходы, ох, тяжело это у перца проходит. Три недели всходит перец, причем температура всхода в 28-30 градусов. Помните об этом? Никаких прохлад на окне. Это потом прохладу устраивать надо будет. Хотя перец прекрасно переносит все условия домашнего содержания. И сухой воздух, и повышенную температуру, и пониженную влажность. И он не страдает от этого особо. У него и на родине все так же происходит. Значит, растение для открытого защищенного грунта. Растение мощное, полураскидистое, среднерослое, 70 сантиметров. Ну, это примерно вот так. Вот так, до талии. Примерно так он вырастет. Плоды пониклые, смотрят вниз, кубовидные, ярко-оранжевые, масса 140-160. Но, в принципе, до 200 грамм этот перец обязательно вырастет. И заметьте, что вся серия «Звезда Востока» примерно такого роста. Но всем же хочется... Какие перцы? Вот такие толстостенные, чтобы, ну, 12 миллиметров-то уж 14-то должно быть. Мои-то перцы должны быть лучше, выбирая такие перцы. Смотрите на то, что написано на пачке. Так и должно быть написано «толстостенный». Так вот, толстостенные перцы – это же просто сказка. Посмотрите, уральский толстостенный, 18 сантиметров в длину и не менее сантиметров в толщину. Это чтобы вы знали. Посмотрите, что дальше я вам покажу. Этот перец называется «Притавит». И вы с ним уже знакомы. Только что-то сажать никак не хотите, посеять. У него стенка не менее 10 сантиметров. И у него... У него форма-то какая? Обратите внимание. Он сам весь сплошная толстая стенка. Вот такие перцы очень хорошо консервировать и фаршировать. Таких перцев на самом деле много. Значит, «Эрли Сансейшн» – это растение достаточно такое компактное, 10 сантиметров в длину, ну и 10 миллиметров в толщину. Это я там про кого сказала 10 сантиметров в толщину? Это слишком много. Конечно, 10 миллиметров. То есть, один сантиметр не менее. «Ред Найт Экс 3РФ1» – это тоже 10 миллиметров толщина стенки. Причем он, ну это считается очень крупный, 12 сантиметров, кубик замечательный. Причем, понимаете, есть перцы, которые обладают просто вкусом перца, а есть перцы сладкие. Так вот этот перец очень сладкий, просто супер сладкий. И сегодняшняя тема перцы, и не просто так она возникла. У вас еще есть время для того, чтобы пойти в магазины и внимательно познакомиться с тем разнообразием, которые на наших прилавках. Они просто сводят с ума, поражают таким многообразием. Уж поверьте, что редко встретишь в городах других вот столько представленных семян, причем очень высокого качества. Надеюсь, что вы меня услышали, что сеять перцы, которые у нас вот такого роста, придется все-таки в середине января. Отгуляем Новый год и вперед, девочки! Всего вам доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok